Значит, я хотел сказать, что у нас на Санкт-Петербургском радио или телевидении, я не помню, есть такая передача, которая называется «Почему так названное?» Вот почему так названное? Вот первые два слова, я часто просто о них думаю. Второе у нас всё-таки сессия называется «Женское и мужское здоровье», поэтому слово «гендерное» уместно. И третье, тут кратко будет о роли метаболической реабилитации, потому что, по сути дела, ведь у нас сессия по сопутствующей терапии, и метаболическая реабилитация, несомненно, к этим проблемам имеет отношение. Так, пошёл почему-то назад, а не переключается. У вас переключается? Сюда надо? На вас целиться? Целюсь. Пока тоже никакого результата. Вроде... Ещё раз. Сейчас молодой человек подойдёт. Я уже в десятку целился, но не попал. На что? А-а-а! Ну, никто же не объясняет. Так, вперёд. А целиться туда. Значит, целиться в Полину, смотреть сюда. Все докладчики, имейте это в виду. Целимся туда, смотрим сюда. Итак, различия в эндокринологии мужчин и женщин естественные и понятные. Они есть в онкологической заболеваемости. И, между прочим, есть и черты сходства, и различий. Но я начну, условно говоря, с горизонтали. Мы будем сравнивать рак молочной железы и рак эндометрия. Затем мы перейдём к условной вертикали, и там у нас будет два аспекта. Мы будем сравнивать женщин и мужчин, заболевающих раком молочной железы, и женщин и мужчин в том смысле, что рак молочной железы будем сравнивать с раком предстательной железы. И уже потом перейдём к метаболической реабилитации, поскольку это, как я уже сказал, элемент сопутствующей терапии. Итак, начиная выполнять намеченный план, надо сказать следующее, что вот в недавней информации отмечалось, что рак эндометрия передвигается на четвёртое место в структуре мировой онкологической заболеваемости, естественно, женской популяции. Но он недостаточно финансируется. Вот посмотрите, в 2013 году Национальный институт здоровья на изучение рака эндометрия выделил 14 миллионов долларов против 631 миллиона долларов на исследование рака молочной железы. Да что такое? То есть в 45 раз. Да, а между тем, значит, действительно рак молочной железы примерно в 5 раз чаще заболеваемость им, чем раком эндометрия. Но если мы посмотрим с 70-х годов, то тут прибавка частоты заболеваемости составила в отношении рака молочной железы 47%. Спасибо большое, так легче. И в отношении рака эндометрия к настоящему времени 65%. И следовательно, этот рост значительно больше при раке эндометрия. Мы будем этого касаться, говоря о некоторых возможных причинах. Сейчас посмотрим, а вот если вернуться к эндокринологии, потому что речь идет о бонкоэндокринологии, и будем сравнивать рак молочной железы и рак теломатки, прежде всего на основе стероидоассоциированных событий, то мы увидим, что при раке молочной железы реакция на, как факторы риска, реакция на эстроген, содержащий именно паузальную гормонную терапию, ниже, чем при раке теломатки, антиэстрогенный эффект курения ниже, частота переломов бедренной кости выше, превентивный эффект пероральных контрацептивов ниже, это мы все сравниваем с раком теломатки, влияние прогестинов на пролиферацию в случае мамарного эпителия, это стимуляция, в случае эндометрия, это подавление эффекта максифена, соответственно, антиэстрогенный и эстрогенный, частота поликистоза яичников в анамнезе в случае рака молочной железы, как в популяции, а в случае рака теломатки достаточно высока, и, наконец, применение ингибиторов ароматазы, они значительно более эффективны при раке молочной железы, а при раке теломатки эффективность, к сожалению, относительно невысока и продолжает изучаться. Что там происходит все у нас время? Я вроде бы правильно нажимаю, но сразу выключается при этом. Может, другую штучку возьмем? А тут зеленая не зажгла сейчас. Я так и делаю. Я так и делаю. Мне влево не надо, мне вправо. Так, вот смотрите, при вас. Вы нажимаете, получается, что... А, понял. Так, теперь, если мы заглянем в нестероидную сферу, мы увидим, что, если разделить левые темные столбики, это рак молочной железы, а правые светлые – это рак эндометрия, риск сахарного диабета в разных возрастных группах оказывается различным при этих заболеваниях. При раке эндометрия, ну так, по литературе, это азиатская популяция, так что я с полной ответственностью об этом говорить не могу. Но, тем не менее, риск, связанный с сахарным диабетом, наиболее высок в возрасте 20-49 лет, в том время как в случае рака молочной железы в 60-65 лет. Если мы обсудим с вами такую вещь, как избыток массы тела, то мы достаточно хорошо знаем, что в случае рака молочной железы в премиенопаузе, в репродуктивном периоде, это скорее рассматривается как фактор антириска, а при раке эндометрия это фактор риска, и здесь безусловное различие с раком молочной железы. Несомненно, эти различия важны, но важна и сама роль возраста, в том числе раннего, потому что, например, на примере раннего Минархи, там имеются сходства между этими двумя заболеваниями, а в случае прибавки… Вот ничего не делал. В случае прибавки индекса массы тела после 20-25 лет, это более важный фактор риска рака эндометрия, а не рака молочной железы. Рост заболеваемости раком эндометрия, как можно полагать, тесно связан с имеющейся в настоящее время эпидемией ожирения. Вот посмотрите прогноз заболеваемости раком эндометрия к 30-му году, начиная с 2005-го. Это прибавка примерно 59% нас ожидает, а если мы посмотрим, а какая ожидается заболеваемость, если можно так справедливо выразиться, ожирением, за тот же период на 63% буквально, эти цифры соответствуют друг другу. И удивляться не приходится, потому что Роспотребнадзор, например, недавно в открытых данных сообщил нам, что в России частота ожирения выросла в два раза с 2011 до 2015 года. Если этому можно верить, то это устрашающие данные, и они могут быть связаны и с риском развития рака эндометрия. Но при этом значимым является или остаётся тот факт, что ожирение гетерогенное и может быть подразделено на, как мы его называем, стандартное, ассоциированное с инсулинорезистентностью и как его называют условно метаболически здоровое, чему в онкологии недавно уделялось недостаточное внимание. Мы этим интересуемся примерно 7-8 лет. И что тут интересно, что происходит с фенотипом ожирения при раке эндометрия с годами? Повторяю, одно из них стандартное с метаболическими нарушениями, другое метаболически здорово без таковых. Получается, мы посмотрели на динамику эту в течение примерно последних 10-15 лет, и видно, что частота так называемого метаболически здорового ожирения с годами снижается, а стандартного ожирения, соответственно, растёт, что эквивалентно распространению инсулинорезистентности, если угодно, метаболического синдрома. И что важно с клинической точки зрения, что у больных раком эндометрия со стандартным ожирением стадия заболевания более продвинута, по нашим данным, чем у больных с метаболически здоровым ожирением. Что можно сказать о раке молочной железы? Хорошо известно, что это заболевание гетерогенно, но что очень важно подчеркнуть, что типы этого заболевания хорошо известны и ведут себя по-разному в разных эндокринных сферах. Например, целым ряда авторов, и в том числе и нашей группой в содружестве с нашими мамологами, показано, что при трижды негативном раке молочной железы, в отличие от других подтипов, имеется избыточная масса тела. Но если мы посмотрим на какие-то другие факторы риска, например, на возраст наступления менархи, это присуще тому подтипу рака молочной железы, который называется гиперэкспрессирующий ХЕР-2. А, например, возраст при наступлении менопаузы более поздний наблюдается при лиминальном варианте рака молочной железы. Для новых типов рака эндометрия в этом отношении, несомненно, нужен тщательный анализ. Почему я заговорил о новых типах рака эндометрия? Дело в том, что в течение последних нескольких лет выясняется, что привычного деления рака эндометрия на два типа явно недостаточно. И это напоминает события, которые произошли при изучении рака молочной железы. С чего начиналось при раке молочной железы? Достаточно давно еще Девард делил на пре- и постменопаузальный тип, потом Владимир Федорович Семеглазов делил на четыре типа, потом стали делить на молекулярно-биологические типы, и там тоже четыре или пять типов. Если мы посмотрим ситуацию 2016 года, количество типов постепенно увеличивается, появляются такие слова, как интерферон, клаудин и так далее. Это в отношении рецептора позитивного рака, а в отношении рецептора негативного большое внимание уделяется так называемому генетическому мозаицизму. Но значимость выделения типов важна и для предсказания вероятности развития заболевания. Для рака молочной железы это известный коэффициент Гейла, и с ним пока я не видел работ, в которых бы сравнивали сумму факторов риска, рассчитанных по коэффициенту Гейла при разных типах. И ныне это дополняется анализом некоторых аллельных полиморфизмов. А при ракете ломатки в период 2013-2017 годов предложено несколько моделей для предсказания индивидуального риска, которые включают и некоторые параметры, связанные с эндокринной системой, в частности, и возраст менархии, наступление менопаузы и так далее. И мы предложили свой вариант, который опубликован в вопросах онкологии номер 3 2017 года, называемого Семропа, потому что первая буква С – это слово «семейность». Я хочу подчеркнуть, и это важно в отношении эндокринологии, что нельзя считать, что такие понятия, как семейность и наследственность, эквивалентны. Это не одно и то же. И мы это показали на примере носительства мутации BRCA1. И там есть отличия в целом ряде эндокринных факторов риска и антириска при семейном и наследственном раке молочной железы. И в том числе вот такие коэффициенты, как Гейла или вот те, которые предлагаются для рака теломатки, они могут быть использованы и как ориентиры для следств профилактики и сопутствующей терапии, включая метаболическую реабилитацию. Вот ранние миноархии – это пример раннего начала событий, но в принципе о предупреждении заболеваемости мы, наверное, ошибочно, чаще задумываемся уже в зрелом, а то и в пожилом возрасте, где, конечно, более доступны воздействия факторы риска нестероидного ряда, хотя истероидная сфера сохраняет немаловажное значение. А какие, собственно, реальные меры по предупреждению у нас есть? При раке молочной железы пока официально разрешен, по крайней мере, решением FDA, только тамоксифен, ингибиторы, ароматазы обсуждаются, но они пока не утверждены FDA. Противодействие андрогенам, сейчас мы посмотрим, насколько это важно, и потом дальше перейдем благодаря этому к следующей части сообщения, но при раке теломатки в основном это противодействие эстрогенам, и в то же время ограничение ожирения и инсулинорезистентности. То есть здесь опять можно упомянуть слова метаболической реабилитации. Почему мы говорим об андрогенах? Потому что, хотя мы привыкли, что фактором риска и рака молочной железы, и теломатки являются прежде всего, скажем, содержание эстрогенов в крови или их выделение с мочой, на самом деле, если мы посмотрим, то относительный риск при определенном повышении уровня тестостерона в крови, он одинаково важен как при раке молочной железы, так и при раке теломатки. Это нам позволяет перейти к сопоставлению женщин и мужчин, выполняя намеченный план. Вот посмотрите, мы сравниваем больных раком молочной железы с женщин и мужчин. Что оказывается? У женщин с возрастом наблюдается так называемый крючок или поворот, или сейчас уже не помню перевода слова «хук» Клеменсена. К чему он сводится? Он сводится к тому, что после 50 лет, скажем, когда уже наступает менопауза, прибавка в частоте заболеваемости уменьшается по сравнению с предыдущими годами. При раке предстательной железы – это нижняя часть рисунка, прямая линия, значит, там вот выбывание, например, продукции тестостерона и так далее, скорее всего, не играет такой же роли, а может быть и эстрогенов, как в случае рака молочной железы у женщин. Теперь, в то же время, если мы посмотрим на роль эстрогенов при раке молочной железы у мужчин и женщин, то выясняется, что эстрадиола в опухоли больше у мужчин, чем у женщин, это верхняя левая часть слайда, а правая часть слайда говорит о том, и это мы хорошо знаем, что эстрогенные рецепторы встречаются значительно чаще в опухолях у заболевающих мужчин по сравнению с женщинами. Но что интересно, нижняя часть слайда, возможно, многое ставит на свои места, потому что целый ряд эстрогензависимых генов, здесь в качестве примера приведена информация о рецепторе ретиноевой кислоты, представленные в новообразованиях у мужчин рака молочной железы значительно в меньшей степени, чем у женщин, то есть передача эстрогенного сигнала здесь нарушена, и это является задачей дальнейших исследований, чтобы понять, в чём тут дело и чем связаны эти различия. Теперь, если сравнивать рак молочной железы и рак предстательной железы, здесь есть, безусловно, и, конечно, различия, но есть и сходства. Например, одно, я написал, бросающее себя в глаза сходство, сходится сходство метаболических особенной, сводится к тому, что при избытке андрогенов у женщин и андрогена в дефиците у мужчин наблюдается одна и та же картина, то есть ожирение развивается, метаболическая дисфункция, диабет и кардиоваскулярная патология. Это нам позволяет перейти к упоминанию и метаболической реабилитации, как или имеется сопроводительной терапии, но сначала мы поговорим о раке предстательной железы. Я, возможно, немножко залезу в ту часть нашей сессии, которая будет обсуждаться Александром Константиновичем и Игорем Алексеевичем, но я очень коротко здесь скажу, что вот есть непраздный вопрос, а связаны ли андрогены в крови с риском развития рака предстательной железы? Потому что часто говорят, что это же стимул на всех этапах и так далее. На практике многочисленные исследования, я привел данные 2010 и 2008 года, но есть исследования более позднего времени, никакой связи с риском развития рака предстательной железы и повышения в крови уровня тестостерона не наблюдается. И тут довольно интересная вещь, которую уже давно называю качелями. То есть риск и рака, частота и рака молочной железы, и рака предстательной железы с возрастом нарастает. У женщин, скажем, до 6-го десятилетия, у мужчин до 7-го, и при этом это происходит на фоне снижения соответствующих периферических гормонов, которые, в общем-то, являются стимуляторами метагенеза, то есть эстрогенов и тестостерона. Значит, здесь несомненная роль так называемой интракринологии внутри тканевого образования стероидов. И вот вы посмотрите, есть статья 2010 года, которая называется «Рак молочной железы и предстательной железы более схожий, чем различный». И в картинке, которая заимствована из этой работы, видно, что там и там есть фермент ароматаза в ткани и рака молочной железы, и предстательной железы. Там же образуются эстрогены благодаря этому. Есть тестостерон и соответствующие ферменты, которые превращают в дегидротестостерон. Есть все необходимые рецепторы. И более того, есть препараты, с одной стороны, селективно ограничивающие действия эстрогенных рецепторов, и с другой стороны ограничивающие действия андрогенных рецепторов. То есть здесь сходство большое, и у них многие другие черты сходства, на которых я останавливаться не буду. А каковы эндокринные последствия, собственно, полной андрогенной блокады? Это гипогонодизм, это снижение минеральной плотности кости, и это метаболические нарушения, о которых я уже говорил. Повышается уровень инсулина, повышается уровень глюкозы, индекс инсулинорезистентности, лептин. И поэтому мы пытались на определенном этапе вместе с онкоурологами Института онкологии, в частности с Александром Константиновичем Носовым, назначать больным раком предстательной железы, средний возраст был 68 лет, у них не было явного диабета, антидиабетический бегуанит, метформин. Причем препарат применялся достаточно долго, в течение почти полутора лет. И за время наблюдения прогрессирования заболевания было отмечено только у одного пациента. То есть фактически разницы в этом плане между группой этих больных и группой сравнения не было. Но удалось приостановить увеличение индекса массы тела не очень часто, в 38% случаев. И когда мы посмотрели, а влиял ли, например, метформин на уровень тестостерона, никаких различий не было, но снижался уровень простатоспецифического антигена, что соответствует тому, что с помощью этого препарата возможно можно ограничить проявление по крайней мере биохимического рецидива. Такие работы есть, естественно, сейчас количество их накапливается и за рубежом. Единственное, что сочетают метформин с рекомендациями по диете и физической активности и рекомендуется увеличивать дозу препарата, что может быть добиться большего эффекта. А применить на краку молочной железы в 2010 году у нас была работа, которая называлась так, как должна выглядеть или могла бы выглядеть метаболическая реабилитация больных ракомолочной железы и других гормонозависимых тканей в 2010 году. Говорилось о том, что нужно обращать внимание и на период неодевантный, на период одевантный и, естественно, на метастатический процесс, когда можно эти подходы использовать. Причем могут быть как нефармакологические подходы, так и подходы, основанные на применении различных препаратов. Если не фармакологические, то это дополнение такое, как диета, физическая активность и вообще образ жизни. Почему это важно? Потому что, например, в 2002 году закончилось важное исследование, на которое часто ссылается, где сравнивали применение метформина и просто только изменение образа жизни в лучшую сторону на этих критериях с целью предотвращения перехода преддиабета в диабет. И оказалось, что образ жизни предотвращает на 59% в отобранной большой группе, в то время как применение метформина на 31%. Значит, без изменения образа жизни, видимо, нельзя. А кроме бегуанидов, надо говорить о диазолидиндионах, статинах, ингибиторах циклоксигеназы, ингибиторах МТОР, что справедливо, аспирине как к нестероидным противовоспалительным препарате, некоторых полифенолах, включая ресвератрол. Возвращаясь же к гендерной онкоэндокринологии метформину, следует отметить, и это важно, такие данные появились недавно, что гендерность проявляется и в действии самого этого препарата, и в воздействии, связанных с изменением образа жизни. И вот при изменении образа жизни и приёме метформина женщины в большей степени не отвечают снижению массы тела, чем мужчины. В то же время, при тех же воздействиях, снижение уровня гликированного гемоглобина у мужчин выражено больше, чем у женщин. Естественно, что этим надо продолжать заниматься. И переходя к выводам, я хочу суммировать следующим образом. Гендерная онкоэндокринология реальное понятие, и значимо для понимания как этиопатогенеза, так и особенности чувствительности к терапии, подходов к профилактике ряда новообразований гормонозависимых тканей. И характерные примеры, о которых мы говорили, это, скажем, в отношении женской популяции рак молочной железы и рак эндометрия, в отношении женской против мужской популяции это и рак молочной железы при сравнении у женщин и мужчин, и при сравнении рака молочной железы и ракопрестательной железы. В том и другом случае есть основания обращать внимание как на выявляемое сходство, так и на различие. И еще один слайд с выводами. Одним из важных примеров сопроводительной терапии является метаболическая реалибитация, средства которой могут быть подразделены на нефармакологические и фармакологические. Имеются гендерные различия в чувствительности к этим воздействиям, которые могут по разным проявляться у лиц одного пола в зависимости от онкопатологии. В частности, у постминопаузальных больных раком эндометрия по сравнению с больными раком молочной железы имеется более выраженный избыток массы тела. Они реже подвергаются химиотерапии, в отличие от больных раком молочной железы. А химиотерапия адювантная это один из стимулов к прибавке веса тела. Но по отрывочным сведениям склонны лучше реагировать навесоредуцирующую терапию. Это я имею в виду больные раком эндометрия по сравнению с больными раком молочной железы. Что нуждается в сравнительном анализе не только в исследованиях типа случай-контроль, но и в рандомизированных клинических испытаниях. Почему об этом речь? Вот, например, один из метаанализов 2012 года, и таких работ в общем можно насчитать несколько. Не было найдено различий в эффекте метформина в отношении снижения риска онкологических заболеваний. Правда, у больных диабетом речь идет только. По рандомизированным исследованиям по сравнению с обсервационными наблюдениями. То есть здесь предстоит еще делать рандомизированные исследования, которые ведутся в большом объеме, но пока итоговых результатов нет. А у нас итоговый вывод, ключевые слова такие, роль гендерности, органа или тканеспецифичность на сравнении рака молочной железы и тела матки и акцент на рандомизированных клинических испытаниях. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.